Выразить поддержку Санкт-Петербургу и категорически осудить теракты. А в Чувашии прошла акция памяти жертв терроризма. В центр Чебоксара вышли почти 7 тысяч жителей республики. О чем люди говорили между собой, почему в минувшую субботу не остались дома в репортаже Валентины Алексеевой. Минута молчания и сотни белых шаров взмывают ввысь. Центр столицы Чувашии за последние несколько дней стал местом, куда можно прийти, возложить цветы, зажечь свечи и просто помолчать в память о жертвах терактов. И не только в метро Петербурга. Между собой люди вспоминали и взрывы в московской подземке в 2010-м, и серию терактов в Волгограде в 2013-м, и теракт на борту самолета, летевшего из Египта полтора года назад. Как и тогда, 3 апреля 2017-го, тысячи жителей Чувашии звонили родным и близким в Петербург, надеясь услышать, что с ними все в порядке. И я звонил, потому что там живут мои самые родные, близкие люди. И все спрашивали, живы ли вы, все ли с вами в порядке, все ли с вами хорошо. Скорб по жертвам терроризма и одновременное желание дать отпор угрозе 21-го века. Этот посыл объединил людей разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Мы победили в Великой Отечественной войне, собравшись и сплотившись. Именно в годы Великой Отечественной войны на фронт пошли и раскулаченные, и репрессированные. И все сражались за свою родину и отстаяли ее. И терроризм мы можем победить только сообща. И сегодня мы здесь, как и в большинстве крупных городов России, собрались, чтобы поддержать те самые семьи, которые пострадали от рук этих недолюдей. Вспомнить жертв терактов пришли почти 7 тысяч человек. И это в момент, когда и находиться в такой толпе должно быть страшно. Рамки и ручные металлоискатели у входа на площадь. Постоянный патруль полицейских и спецслужб. Горожане с пониманием отнеслись ко всем мерам безопасности. Сегодня на площади как никогда много студентов, ведь взрыв произошел между станцией Стенная площадь и Технологический университет. И чипоксарские студенты вышли поддержать пострадавших сверстников. Среди погибших и пострадавших большая часть молодые люди до 30 лет. Ведь взрыв произошел днем. Многие студенты как раз ехали домой с занятий. Подозревают в преступлении 22-летнего террориста. Незаконные группировки активно вербуют молодежь неокрепшие души. И сегодня именно мы должны воспитывать нашу молодежь, подрастающие поколения, на примерах славной нашей истории, на примерах отцов и дедов. И все мы должны знать и помнить, что в наших жилах течет кровь народа-победителя. Жители нашей республики заявили всему миру, что россиян не запугать. И каждому было что сказать в поддержку петербуржцев. Прежде всего посочувствовать жертвам погибшим, потому что это общая боль, боль всей России. И показать то, сколько у нас людей, и не безразличие в данной ситуации. Валентина Алексеева, Павел Рядков, Вести Чуваше.